Искусство Искусство Лучшее предложение Это достаточно сложная картина об искусстве, одиночестве и любви в жизни человека Можете более подробно рассказать о истории этого фильма? На самом деле, фильм «Лучшее предложение» — это путешествие в мир искусства Такая неторопливая экскурсия в мир человеческих ощущений Потому что искусство — это, прежде всего, поиск человека, чего-то нового Фильм характерен тем, что в нём много статичных мизансцен И каждая наполнена огромным количеством визуальных деталей Которые своим взглядом ловим в своём поле зрения И ещё одним важным визуальным приёмом служит симметрия в кадре И это символизирует наверняка о том, что главный герой, который, в принципе, появляется в этой симметрии Он как олицетворение такого вот идеального мужчины, который всё может Проводник в мире искусства Ну, во-первых, проводник в мире искусства А во-вторых, он гармоничен, предан себе Потому что он любит то, чем он занимается До какого-то момента, который далее произойдёт в фильме До встречи, до любви Потому что любовь, она его меняет И она показывает ему немножко другую жизнь Ему предлагает женщина оценить имущество в её особняке Но она не хочет выходить с ним на связь Она находится в изоляции, потому что у неё агорофобия Это боязнь больших пространств и большого скопления людей И в данном случае мы можем видеть схожесть нашего главного персонажа И девушку, в которую он влюбляется Он, когда взаимодействует с людьми, надевает перчатки Для него это своеобразный барьер между ним и окружающим миром А притрагивается своими руками настоящими он только к искусству И в данном случае любовь для него тоже выступит как искусство Потому что в моменты напряжения и взаимодействия с девушкой Он будет снимать эти перчатки и таким образом убирать свой внутренний барьер У этого главного героя есть друг, который, в принципе, помогает ему создать Такого механизированного робота, которого они создают вместе Они собирают по крупицам детали Этот робот как символ прошлого, грубо говоря И вот они это прошлое создают Если посмотреть по характерам, по типажам То вот этот вот друг, он полная противоположность нашего главного героя Да, ему легко удается общаться с девушками Вообще любое общение ему легко удается Ему, да, да, то есть он проще смотрит какие-то на жизнь Ее взгляд существа крайне напуганного вселенной Я наблюдал в ее глазах отражение собственного страха Любой человек на земле рад был бы испытать тот же страх В конце фильма происходит сюжетный твист Наш главный герой становится жертвой обмана Его обманывает его как раз близкий друг, более успешный с женщинами И он отказывается по факту от всего, что у него было ради любви И теряет не только любовь, но и свое вожделение к искусству И в конце фильма есть как такая визуальная метафора Он приходит в ресторан, который наполнен часами И для него это как упущенные возможности Время, да? Да, но это время, которое указывает не на то, что это как упущенные возможности А еще и то, что время, оно бежит, оно не останавливается То есть у него есть шанс Мне кажется, вот этот последний кадр, последний эпизод Он дает нам понять о том, что у него есть еще возможность У него еще есть время найти себя Найти, вот почувствовать жизнь в полной мере В любой подделке всегда скрыто что-то подлинное Будь то невообразимый величины холст или человеческие страсти Ищите искренность в своей жизни, как в реальном мире, так и в искусстве А с вами был Игорь Шамшуров Увидимся в кинотеатре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok